Всем привет! Сегодня Даша и буду рассказывать о целой серии книг. Автор Роберт МакКамон, извиняюсь, не знаю, удаление как правильно. И у него целая серия книг. Вообще их планируется 10. Я хочу сразу предупредить, если вы, как и я, не любите смотреть сериалы, которые еще не закончены, читать серии книг, которые еще до конца не вышли. Не начинайте, вам будет больно. В общем, мне сообщили, за что я очень сильно благодарна, об этом изумительном писателе, об этой потрясающей совершенно серии. И я, конечно, начала, поспешила начать ее читать. К сожалению, на сегодняшний день это всего 6 книг. Перечисляю, в каком порядке нужно читать. «Голос ночной птицы», «Королева Бедлама», «Мистер Слоттер», «Садник авангарда» и «Свобода маски». На сегодняшний день это последняя книга, приведенная на русский язык. Может быть, на английском языке что-то уже и вышло, но вот на русском дополнительных я еще не нашла, по крайней мере. Если такие есть, пожалуйста, поделитесь ссылкой. Это совершенно изумительная история о молодом человеке с выдающимися детективными способностями, очень удачливом, невероятно просто ума человеке, который живет в 18 веке в США. И тогда это еще называлось «Колонией». Первая книга состоит в 1699 год. «Голос ночной птицы» называется. И это история о ведьме, которую собираются сжечь. На самом деле, когда я читала серию этих книг, мне пришло на ум сравнение. Вот я сейчас, может быть, произнесу ересь, но Мэти Корбитт ничем не хуже. Раста Фондолина. Свет, свет, свет. Сравнение очень некорректное, потому что совершенно другое гражданство у главного героя. Совершенно другое гражданство у автора. Они абсолютно разные, авторы. Разные эпохи, разные страны, разные условия жизни, разное происхождение. Но они оба совершенно умны. У обоих есть люди, которые помогают. Фондолина и Томасова, Мэти Корбитт, я не скажу кто. И оба невероятно удачливы. И это исторические детективы и там, и там, в любом случае. И плюс неоспоримую серию книг о Мэти Корбитт это то, что когда читаешь, начинаешь интересоваться историей этой страны, хотя никогда раньше у меня такого интереса нет. И я поправлюсь. История не коренных американцев, а именно история колонизации континента. И это, конечно, очень большой плюс тоже, что книга привлекает подобное внимание к себе. Дорогусь к нашим баранам. Самыми сильными из всех причисленных книг, это, конечно, только мое мнение, это, конечно, самая первая, «Голосочная птица», она у меня на самом первом месте. Далее, «Королева Бедлама» тоже неплоха. «Мистер Слоттер» — это что-то совершенно поражающее до глубины души, до глубины мозга, до глубины вообще всего. До чего может достать эта книга? На сегодняшний день последняя — это «Свобода маски». Самая слабая книга, на мой взгляд, это «Всадника Вангада». Но это не делает ее плохой, просто она послабее остальных частей. Но это окупается. Там в конце есть такая немножечко ответвление от истории основной, и оно полностью окупает слабые места основного сюжета, потому что у меня были такие вот глаза в полотеннику, и я такая «А-а-а, что творится, что творится, что творится?» На самом деле, про «Что творится» по моим эмоциям отдельная история. Дело в том, что у меня есть такое качество, когда я читаю книгу, которая меня шокирует, шокирует и тем, что там происходит что-то, ну, я не знаю, не в плане шокирует, как ГУЛАГ с Ложеницына, а в плане произведенного эффекта от сюжетной линии. То есть нет шокирующих фактов, а именно общее впечатление. И когда я в шоке, в натуральном от книги, я выхожу из комнаты вот с вытаращенными глазами, увеличенными, наверное, в три раза от одного обычного размера, я такая «Вау!» или там «Офигеть!» И я вот просто даже разговариваю с человеком, ну, вот я только-то только дочитала, да, я разговариваю с человеком, я даже не в силах поддержать обычный разговор, потому что через вот просто каждое слово, ну, там, человек мне что-нибудь рассказывает, и я такая «Офигеть!» 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 Ну, на самом деле, на каждую книгу у меня свой возраст, это может быть и «Вау!» и «Офигеть!» «Ну и ну!» «Ну и ну!» «Ну и ну!» И всё в самой разной тональности. Вот. И когда я читала «Голос ночной птицы», то у меня был как раз этот эффект. Это самая сильная книга из серии «Носевый ночный день», и самая длинная, что самое классное, потому что я люблю длинные книги, и я просто была в восторге. Это реально. Вот даже если у вас не хватит силы воли, желаний или чего-нибудь ещё, чтобы познакомиться полностью с этой серией, то вот «Голос ночной птицы» вот прям идите, вот прям сейчас идите и читайте. Вот. Сию секунду. Ну, как-то. Вот. Так что я очень рекомендую. Это потрясающий автор, это потрясающая серия книг. И я в полнейшем восторге. Я буду ждать выхода оставшихся частей. Там уже, к сожалению, нет официального задания. Девушка приводит. К сожалению, забыла, как её зовут. Честь ей хвала. Она по собственной инициативе, по своему желанию, за спасибо выкладывает, по-моему, на флипусте, если не ошибаюсь. По крайней мере, в послесловии книги она называла этот источник. И вот, да, будем ждать, пока Роберт Макамон напишет продолжение, а девушка переведёт. И будет очень круто. На этом всё. Пока. До скорых книг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова